Как бы ни было последнюю точку в вопросе исхода, пришлось делать мне. Как именно? Ну, например, почему на встречу с Реганом пригласили именно меня? Почему? Почему? Потому что вышло так, например, Кэстин институт в Англии, они там пишут, что Перчаткин особо выделяется тем, что я имел самый большой авторитет в диссидентских кругах и у дипломатов, потому что я писал по делу, я над каждым документом работал. Это не просто было там, кто-то мне сказал, мне что-то показалось, или там кто-то меня... Ну, я привожу пример. Я не буду называть фамилии. Один из первых уехавших там пишет, вот мне на работе начальник сказал, вот вас бы всех там, ну, смысл такой на Колыму там. Он это пишет, отправляет, документ. Ему на работе начальник сказал. Другой пишет, а у меня друг, у которого работает знакомая уборщица в госполкоме, сказала, что вас всех попересадят. Документ. А там принимали все, ну, лишь бы что-то было. Или третий, ну, это действительно так, я читал эти документы. Почему? Мы и разошлись потом с некоторыми. Пишут, а я вот, значит, купил масло сливочное в советском магазине, его расплавил на сковородке, и там оказалось масло вот столько, остальные какие-то прибавки там нас травят здесь вот. Как будто его специально травят, для него масло делают специально. Мы когда собрались на съезде под Москвой, это мы, я уже не помню, какой год был. Ну, с разных мест, со всех республик, каждый во что гораздо. Есть доступ к дипломатам, какой-то выход через кого-то, напрямую выход был мало у кого, там буквально несколько человек. Остальные передавали так, через кого-то там. Надо все согласовать. Если уже делать документ, документ должен быть обоснованный. Мы только скомпрометируем себя. И за каждое слово там придется отвечать, в конце концов. Но один там из известных, тоже фамилии не буду называть, а это Степанов так сказал, что за каждый документ, за каждую бумагу, за каждое слово отвечать будем. Придет то время, имейте в виду, это так просто не... Да что ты, Володя, те времена прошли уже, ничего нам не будет. И пришлось ответить. У меня такого не было, у меня все документы были обоснованы. Поэтому они шли уже на более высокую категорию. И когда они стали делать выбор, кого приглашать, ведь там были люди, которые отсидели по 10 лет. Я 5, они по 10 лет отсидели, и больше. Но они не попали туда. Федотов был тоже там, как бы один из... Иван Федотов отсидел он сколько? Лет 18, наверное. Вот, он тоже был. Но они когда его дело рассмотрели, они говорят, нет, он не подходит, потому что он никакой работы не проводил по свободе вероисповедания. Его судили там по определенным статьям. Ну, в общем, у него эти свечи не находили, и у него не нашли, что он какую-то вел работу за свободу вероисповедания. А там были приглашены только те, кто вел в своей конгрегации или где-то в своем направлении работу по свободе совести или в свободе освобождения своего народа, как вот, например, Мустафа Джамилев. Ну, вот от протестантов меня выбрали. И об этом написано в трех газетах. New York Times, Washington Post и Los Angeles Times, можете в интернете найти. Там я упоминаюсь. Было приглашено 90 тысяч человек, по-моему, 96. Троим дали выступление. Это Глебу Юкунину, потом Ковалеву. Третий там еврейский был активист. И я сидел с Нэнси Регин. А вот эти трое там еще одни, они с Регином сидели. Остальные уже там, так, как публика были. Но я там упоминаюсь в этом. И опять же-таки через неделю... Но я уже знал. Мне Нэнси... Нэнси мне сказала. Я с ней сидел. Переводила на дипломат Ричард Тивенсон. И она мне несколько вопросов задала. Она уже знала, с кем она будет разговаривать. Она мне говорит, ну вот почему, говорит, вот вы, пятидесятники, а почему это не добиваются баптисты, адвентисты? Почему не добиваются другие? А почему вы? Ну я, во-первых, ей прямо сказал. Я говорю, я не знаю, как вы относитесь к пророчеству. Мы на с вами пророчество-то делали. Я ей сказал, вот это пророчество, что союз развалится. Она говорит, ой, это интересно, как интересно. Но я ей объяснил. Я говорю, смотрите судьбу, нашу судьбу. Дед у меня пастор ищет, скорее всего, расстрелян. Мать выросла в ссылке. Бабушку судили, мать судили. Меня судили два раза, жену два раза. Мы, так сказать, род преступников, уголовники, все. Она говорит, знаешь что? Мы, говорит, не решаем этот вопрос. Мы, говорит, администрация. Решает Конгресс. Тебе, говорит, нужно об этом говорить в Конгрессе. Я говорю, а как? Это, говорит, не твоя работа. Потом, когда все это закончилось, то мне сказали. Короче, мы, говорит, знаем, что ты документы уже оформляешь. Я говорю, да. Как только приедешь, сразу сообщи, у тебя будет доклад в Конгрессе. Я уже знал. Я 26-го приехал, 27-го я позвонил, и на 5-е сентября я уже был в Конгрессе. Доклад я читал три раза. Это 88-й год, потом 80-й, 90-й, по-моему, 4-й и 2005-й год. А в 94-м году меня пригласили войти в делегацию, официальную делегацию Соединенных Штатов. В Варшаве было подведение итогов Хельсинских соглашений. У меня это приглашение было. Я говорю, почему мне пришлось точку ставить. Я думаю, что именно поэтому. Я подходил к этой работе, как к делу Божьему. Поэтому я, как к делу Божьему, я спокойно оставлял семью на страдания. Я думаю, если Бог поставил, Он позаботится об этом. С детьми моими ничего не случилось. Ну, конечно, в школе их и били там. Ну, просто в себе в школе вывешивают газету. Там газеты печатали каждый месяц статьи. Почти каждый, в местной. А то это вывешивают там здоровенная статья с продолжением была в Красном Знамени Кровевая газета под названием Евангельской упаковки. Статья называлась, вернее, начиналась так. Перед нами лежит два корреспондента, писали. Они приходили ко мне интервью брать в тюрьму. В газете пишется так, что на фотографии запечатлены американские конгрессмены с соответствующим, так сказать, выражением лица, как там пишется, то есть серьезность. От Один Перчаткин там среди них сидит улыбающийся. Он доволен этой ситуацией, что он среди конгрессменов. И говорит, что смогло свести вместе столь разных людей? Конгрессмены Соединенных Штатов и многоточие следствующие сантехники из находки. Зачем он им понадобился? Вот. Ну и продолжает, что я там, они мной заинтересовались, не кем-то, а мной, потому что я больше всех клей ищу. И, в общем, это было расписано там, что только они там нам не вспомнили. Ну, естественно, там врали беспощадно. Они, значит, со мной, а вот когда мы с ним в тюрьме встретились, у него не был столь радостный вид. Ну, еще бы. да. Ну, она издевается. Ну, это говорит о том, что работал я. Они оценили мою работу, и мне это нравится. Результат нравится, да. Вот. Конечно, когда меня пригласили в Конгресс, может быть, это несколько факторов повелело. Ну, первое, что я много обоснованно писал, вот. Второе, что это впечатлило Нэнси. Она мне говорит, вот об этом ты должен там сказать. Она, когда-то, я понял, о чем я должен говорить. Когда я приехал в Конгресс, меня провели в зал, я был несколько, конечно, шокирован. Столько блеску от камер, столько корреспондентов, столько народа, я просто... Внимание к моей персоне меня просто тогда шокировало. Я даже растерялся как-то. из корреспондентов подходит ко мне одна слишком знакомая. А это оказалось Воронина, которая в Находку приезжала по заданию хельсинской группы расследовать положение. Почему в Находке в Советском Союзе до еще 75-76 год масса людей подала на выезд. Это сумасшествие. Они или сумасшествили, действительно, там что-то серьезное происходит. Она, когда приехала, собирала беседовала с людьми, ее это тоже ошарашило, ее сразу же лишили гражданства Советского и выслали. Она, оказывается, уже к моему приезду работала на «Голос Америки» корреспондентом. Она говорит, блядь, ты что натворил? Говорит, смотри, вот это ради тебя. Я говорю, ну, ты хорошо говоришь, но я говорю, это не ради меня, это уже заслуга нас всех, я говорю, в том числе и твоя, что ты осмелилась к нам в находку приехать. Вот так мы с ней перекинулись фразами. Ну, о чем я говорил? Я говорил о том, ну, что могло произвести впечатление, я им рассказал, подготовил речь, ну, можно сказать, многое я говорил экспромтом. Но, когда надо было составлять бумагу, я думаю, ну, как я могу вместить вот в эти вот там час времени судьбу целого народа, это невозможно. Тем более, почти в каждой семье вот того времени, почти в каждой семье были репрессированы. Редко можно было встретить семью не репрессированную, кто хотя бы одно поколение были верующие. Редко. У того расстреляли, у того посадили, у того пропало, тот ссылки был, тот был в тюрьме, тот по неизвестным причинам погиб где-то. В каждой семье это было. И нужно было вместить, ну, это невозможно просто, я просто решил остановиться, как вот здесь и написано в документе от Конгресса, биография, моя биография Перчаткина сыграла основную роль в проявлении внимания американского народа и правительства, 50-никам добиваясь убийств в США. Я думаю, ну, вот это будет ближе. Я им в двух, можно сказать, словах, что и сейчас стал объяснять, что в трех поколениях моя семья репрессированная. Когда деда арестовали, получилось так, что моя бабушка уверовала от такой был проповедник Ярл Пести, да, Пести, а они были в Владивостоке, она уверовала. Мой дед работал инженером на образованный был, университет заканчивал в Польше, поляк где-то у меня был. И он, у него судьба тоже удивительная, он участвовал в каком-то восстании польским, польском восстании, его за это привезли сюда, в Россию, и отправили, как он был грамотный, отправились в Порт-Артур, там война с японцами была, Порт-Артур строить судоремонтный завод какой-то, он как инженер там работал, потом он попадает с русского плена, попадает в японский плен, потом он, с японского плена его освободили уже, по-моему, революция или перед революцией, думаю, перед революцией его освободили, он приезжает на Дальний Восток, женится на моей бабушке, и бабушка моя такая была активная в революционном деле, что интересно, они там, говорят, ходили, пели песни, там, мы жертвой упали в борьбе роковой, там, с красным знаменем, потом у нас с баптистами встречается, и быстро она поняла, что к чему, уверовала, дед, нет, пока бабушку привозила на собрание, а сам ходил бильярд играть, а потом, говорит, проповедь такая была, такая очень горячая, ярлая песня, на покаяние, смотрю, говорит, мой, говорит, Виктор идет, на покаяние, я, говорит, даже его, собственно, ну и хочет, ну и хочет, он, говорит, сам думает, где же моя там жена, там, кого она слушает, пришел и покаялся, уверовал, потом в европейский уехал, мой дедушка остался в группе, там, своей за старшего, говорит, два раза делали обыск, выгребли там литературу, какая была, а на третий раз, а, значит, тоже собрание в доме делали, а дед говорит, написано, оставляйте собрание ваших, будем собираться в моем доме, вот после этого обыски два сделали, на третий раз после собрания пришли, обыск сделали, арестовали, все, а потом его арестовали, увезли в лагерь, никто не знает даже, и потом судили бабушку, и ее присудили 24 часа и выслать комсомольственное море, и вот она, мать младшая была, ей 4 года было, остальные постарше, вот они там в ссылке моей мать и выросла, но я вот это рассказал судьбу, как обращались, за то, что предоставлял дед и руководил этой группой, домашней, домашней группой, собрания, поплатился жизнью, не посмотрел на судьбу своей семьи, сейчас сказали, о семье не думал, значит, надо было вот подумать о семье, но это Бог уже награды раздает и осуждение раздает, но факт тот, что бабушка это восприняла как, можно сказать, как награду, вот, что она пострадала за имя Христа, хотя страдания эти были жестокие и когда она попала в эту ссылку, там много было ссыльных всяких, пишет, комсомольщина звали, на самом деле, говорит, строили зэки и ссыльные, никого, комсомола там и близких не было, вот, жили они в землянке, с шестерми детьми в землянке, и после после того, как их сослали, то старший сын ее сбежал с ссылки, поменял фамилию, а он руководил молодежью в этом собрании, и когда вот это все случилось, она видит кругом распад, антирелигиозная пропаганда идет, эти клубы безбожник, там, чуть ли не пришивают наклейку, что ты там, сектант, баптист, изверг, и людоед, и прочее, прочее, и она пришла, и верующих нигде нет, их расцелали так, чтобы они общения не имелись между собой, и она думала, все, пришел, второе пришествие было, церковь, значит, восхищение, она осталась на вот эти, на страдания, так и думала, у них не с кем, говорит, несколько лет, по-моему, лет, сейчас скажу, сколько, она лет 7, говорит, она верующих не видела, но перед этим, значит, ее брат младший, когда эта революция, уже гражданская война прошла уже, она уже уверовала, а ее младший брат учился каким-то образом, еще и духовно семинария почему-то работала, вот, и я с этим, с своим дедушкой с Верным разговаривал, ему было 16 лет, или 15 было, да, наверное, лет 15 было, пришли, всю духовную семинарию, всю арестовали, вывели их за город, и, говорит, я, говорит, был маленький самый, там, сзади шел, ко мне, говорит, охранник подошел, и, говорит, не шепотом говорит, слушай, мальчик, вот мы сейчас, говорит, дойдем, вон, видишь, говорит, вон тут дерево, повороты дерева, ты, говорит, за этим деревом, прямо, говорит, как за него дойдешь, прыгай, не смотри куда, так и получилось, я, говорит, прыгнул, какой-то обрыв, там, какой-то колючки, говорит, там, стрельба, говорит, все, я, говорит, притаился, но никто, не стал спускаться, там, такое место было, потом, говорит, слышу, говорит, минут через 20, говорит, залпы, выстрелы, я, говорит, я там просидел, темнее стало, я, говорит, пошел туда, всю семинарию, говорит, расстреляли, читай, детей, говорит, там, по 16, по 17 лет, говорит, там были, всех, говорит, до одного, вот для чего они ее держали, семинарии, не закрывали, а не как на приман, как на маячок, а хочешь быть, батюшка, иди сюда, заранее истребили потенциальных служителей, понимаешь, что творил, и об этом, об этом мало, да, по-моему, вообще никто не им пишет, об этом я там все это рассказал, я говорю, вот наша судьба, и эта судьба ждет наших детей, они пройдут точно таким же путем, рассказал я им, за, как я в Колымском лагере сидел, значит, работаю я с одним Багулов, я за ним уже говорил, он 4 месяца умер, его кинули к нам в бригаду, там и так бригада смертников, а ему было 56 лет, мне это было 37, по-моему, лет, когда я пришел, 38, а там до 40 лет только, еще могли еще работать, вот это смертник, а что его посадили, он никогда не говорил, но у него срок 8 лет было, а его посадили, и он признания никакие не дал, он говорит, я, говорит, ничем не признался, они его посадили, как сказать, чтобы он дозрел, и когда я работал с ним в одной смене, я ему помогал, постоянно увидели, что я помогаю, ему взяли, его убрали в другую смену, прошло где-то, может, пару недель, как он в другой смене поработал, и мы, когда менялись, он мне, говорит, Борис, говорит, у меня внутри что-то все оборвалось, я все, я кушать не могу, говорит, я все, я отсюда не выйду, а у меня, говорит, восемь дочерей, говорит, у меня сыновей нету, восемь дочерей, что с ними будет, говорит, не знаю, я говорю, а где у тебя живет, он говорит, ну, в Ингушетии, говорит, говорит, что будет с ними, что вообще, я ничего не знаю, и прошло несколько дней, я прихожу, он спал на нарах, если так вот заходить, он правее спал от меня, смотрю, нары матрас скрученный, если скрученный матрас, значит, человек, его не перевели, если переводить другую, бригаду в другой отряд, вместе с матрасом, ты там по лагерю, перемещаешься своим матрасом, если только на этап, тогда уже матрас свой остается, а так все, матрас, это тебе до смерти, я его бригадира спрашиваю, у нас бригадир был, самбурский еврей, хороший был, у меня, можно сказать, спас почти, я говорю, слушай, а где Богулов, он говорит, да Богулов умер, я говорю, как умер, я вот с ним разговаривал, ну, умер, Лёва говорит, что-то его затрясло, говорит, все, я говорю, а когда, да вот, говорит, только его унесли, я говорю, так он умер или же, ну, он еще признаки жизни подает, но это все уже, я говорю, дай мне пропуск туда, в больничку, он мне дал, я прибегаю, зима, мороз, под 50 там, и там, это у них санчатство, в больничку ее там называют, а перед ней коридор, с горбыли отделанные, на земле носилки лежат, и этот Богулов лежит на этих носилках и храпит, я добегаю, я говорю, вы что делаете, я говорю, на морозе бросили больного, какой больной, он же сдох, все, вы что, я говорю, он дышит, он, ты что, говорит, в карцер захотел, он сдох, вот мы уже оформляем, он живой, он уже на ней оформляет, что он умер, ты представляешь, дикость какая, говорит, пошел отсюда, сейчас конвой вызовем, и они меня не пустили к нему, через другую дверь, и звонит, там, наверху, на вышке, говорит, просмотри, говорит, номер такой-то, сейчас, куда он пойдет, говорит, с такого-то отряда, говорит, просмотри за ним, но я слышу, они ему сообщают туда, я пришел, вот это рассказываю, там один, якутский дел, Виктор Гермогенов, он, говорит, это вообще удивляешься, я, говорит, отсюда пришел, в другом лагере был, я в похоронной команде, говорит, там работал, меня, говорит, оттуда убрали, потому что я, говорит, заболел этим, говорит, ну, зимой копать эти могилы, говорит, там все, приносят, говорит, он еще живой, они, говорят, он тут дойдет, говорит, он дойдет, все нормально, не обращайся, не обращайся, он дойдет тут, в могиле дойдет, я, говорит, вот что видел, говорит, это Колыма, ты, говорит, это же Колыма, у нас, когда я прошел в лагерь, первого начальника лагеря, его фамилия, это был, тоже у него, по-моему, еврейская фамилия, и его убрали, значит, с отметки, это по лагерю, чуть ли не анекдот ходил, но это правда было, значит, формулировка была такая, что лагерь переполненный, короче, смертность маленькая, убрать, при Андропове это было, пришел новый начальник лагеря, они уже, наверное, поставили третий ярус, лагерь забили, так что нерабочие бригады появились, а если ты не работаешь, то тебя кормят там хуже, чем пса, там дистрофики, люди, на него смотришь, смотришь, а он не знаешь, как он еще ходит, этот человек, какая там работа, а если, ну, ты рабочий скот, вот, тебе вот дают, вот эту робуху, об этом, баланду, вот, а скоту больше ничего не надо, и обращаясь, как с скотом, на работе не успеваешь, что-то делать, приходят, дубинами избивают, а ночевать в карцер, люди там с ума сходят, вот смотришь, наблюдал такую картину, значит, вечером, особенно, когда погода более нормальная, ну, люди ходят, как там, тусовка называется, ходят, тусуются, люди ходят, и между собой там разговаривают, некоторые одиночки ходят, вот, я думаю, о чем они говорят, за одним пристроился, я там иду за ним, а он сам с собой, разными голосами разговаривает, и вот его фрад, это дословно, базар, я же тебе говорил, ну, вот, ты вот пролетел, вот, ты без чая остался, я же тебе говорил, а ты что так не сделал, второй голод, я говорю, а что, да я все делал, вот, нормально, я не это, вот ты там это, вот видишь, это кумар тебя бьет, бьет, да, бьет меня кумар, да, а это вот ты меня вот не слушаешься, да, а следующий раз, один мне разговаривал, вернее, рассказывал один, вот так вот точно, он говорит, он меня до того довел, что я уже, ну, все вроде делаю, а потом мне говорят, так, цепляй веревку иди вешайся, а я думаю, о, нет, это я уже далеко зашел, человека надо лечить, лечить в дурдоме, он сидит, а что, он работает, выполняет норму, а некоторые там пашут, до того, еще друг друга подгоняют, там, ты чего там, ты чего там плохо работаешь, другие говорят, что вы на коммунистов, говорит, стараетесь, ты чего, это не коммунистов, мы за народ, там, и они еще и патриоты, ну, ну, это вообще, это, я, ну, конечно, это я там не рассказывал, я просто рассказал историю, биографию моей семьи, и сказал, вот это вот, что там есть народ, я им сказал, что ни одной семьи нет, которые ни репрессии, ни подверглись, вот почему мы, я говорю, я вам не могу сказать, почему Бог именам открыл, ну, видно, у нас, я говорю, такое направление, что мы верим в пророчество, и действительно бывает откровение, она еще мне иначе говорила, а вот я проверю, вот пойдет ли Советский Союз без содействия рук человеческих, звонит мне ночью этот, или Ричард, я забыл, или же Джон Финерти, говорит, Борис, твои откровения сбылись, я говорю, какие откровения, Советского Союза нет, я говорю, как нету, он, ну, нет, я говорю, да не может быть такого, телевизор включай, я включил точно, вот это да, он, ну, как, смотрел, я говорю, дай-ка, это не мои откровения, это я, слышал эти откровения, я о них говорил, вот именно об этих откровениях, говорит, смотри, как говорит, а как, говорит, вас называется точно, я говорю, ну, мы с tatsächlich, ну, вот у вас, вот я прочту, я говорю, я в Америке здесь не знаю, он, да, хотелось бы у меня, конечно, поинтересоваться, поинтересоваться, это интересно, ты смотри, говорит, сбылось, хорошо, говорит, что ты там сказал, говорит, хорошо, но факт, Есть факт, после этого доклада они пишут в этих письмах, и не только в письмах, а в других публикациях, что был принят закон. Ну, как говорил и как написано, мы, рабы, ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. А знаешь, я тебе скажу, возможно, нам такая судьба уготована, может, нам предстоит более высокая награда там, ну, что здесь человек, ну, взять тех же вот, так называемых, епископов. Ну, вот что, Котяков, ушел с этой жизни, осознал ли он, или, может, он действительно так думал, что так Бог может вести, простил, там, одарил туда-сюда. Ну, не успел он приехать в Америку, он уже дом купил, машина у него была шикарная, не работаешь ни одного дня. Ну, а с собой он это взял? Ну, куда Бондарок вот эти миллионы свои с собой, что он возьмет? Ну, положит ему туда, там, кусок золота, что оно ему даст. А вот жизнь вечную заработать, ну, я думаю, что тоже, кто стремится к награде, там, вот меня, там, Бог наградит. Да, не из-за этого, не из-за награду, не из-за награду. И мы служили. Просто надо было делать, дело делали. Ну, видел я страдания, успел посмотреть. Мои сверстники некоторые выросли сиротами при живых родителей. Я-то видел-то все это, на моих глазах было. Вот, безотцовщину видели. И сам в таком положении оказался. Просто думали, там и масштабом небольшим. Я когда перед освобождением разговаривал с Мустафой Джимилевым, который сейчас, по-моему, он в этом, как называется, на Украине, в России Дума, а там Рада, Верховная Рада, да. Вот он там, член Верховной Рады, я на Колыме с ним пересекался. Он пришел шестым сроком, шестым. Я ему говорю, слушай, Мустафа, я говорю, вот буду освобождаться, но еще не знаю, меня освободят или нет. Вот, но все-таки, вот ты только пришел, вот что ждать мне сейчас, вот как ты вот думаешь. Она мне говорит, сколько ты отсидел сроков? Я говорю, два, третьего срока жди. Я говорю, ты серьезно, но он говорит, вполне. Говорит, смотри, это, говорит, власть задумывалась железобетон, она не должна меняться ни при каких условиях. Вот она так выстроена, спроектирована, и она так работает. Если они начнут что-то менять, они развалятся. Если, говорит, мы не остановимся, они будут вынуждены, говорит, что-то делать. Вот, уже время не то, они, говорит, уже путем репрессий, уже, говорит, выдохлись идти. Они на нас, говорит, обломали зубы. Ну, правда, мы, говорит, оказались вот в таком положении, но останавливаться нам нельзя. И точно. Они были вынуждены что-то менять. Ну, затеяли перестройку, и все. И все кончилось. Зато, я думаю, если бы это продолжилось дальше, это могло бы кончиться большой кровью. И, возможно, вот наша борьба евреев, диссидентов, мы верующие, возможно, мы вот это кровопролитие предотвратили тем, что они занялись этой перестройкой. И Горбачев-то много чего говорит, но он не знал, что этим кончится. А ситуация была подведена так, что нельзя было менять что-то, изменять в этом строе, что был советский. Они только так могли держаться. Продолжение следует...